Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о своих бьюти-открытиях 2013 года. Довольно-таки популярная тема на данный момент. Закончился 2013 год и уже можно сейчас рассказать точно о самых-самых любимых продуктах. Поэтому, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. И самый первый продукт, о котором я хотела бы рассказать вам сегодня, это совсем никакая не косметическая марка, а это обычное оливковое масло. Вот посмотрите, у меня вот такая вот бутылочка, осталось здесь совсем немножко. Использовала масло только в косметических целях. Не очень люблю на вкус этот продукт. А вот для масочек, для волос, обожала его использовать. И совсем недавно, наверное, уже в конце 2013 года, в декабре, открылась для себя такой способ, как снятие макияжа с области глаз именно вот этим оливковым маслом. Девчонки, я на самом деле была приятно поражена. Мне очень понравился эффект. До сих пор этим способом пользуюсь. Снимает водостойкий макияж, вот именно с глаз, да, тушь водостойку. Намного лучше, чем любые какие-то, там, не знаю, органические средства. Так что, если вы еще не пробовали, то рекомендую попробовать. Хочу отметить также, что я, прежде чем попробовать такой способ снятия макияжа на себе, я читала очень много комментариев в интернете. Есть как много положительных, так и куча негативных комментариев по поводу масла. Но на моей коже оно работает хорошо, ее не сушит, прекрасно смывает макияж. Единственное, что вам нужно будет, в чем вам нужно будет быть уверенным, если вы захотите попробовать это, убедитесь сначала, что продукт действительно настоящий. То есть, 100% натуральное оливковое масло. И следующие два средства, это уже косметические продукты, и это была корейская косметика. Первое, это тональный крем, то есть BB крем от Миша. Всем уже известный, наверное, на ютубе особенно. У меня это номер 21, достаточно светлый оттенок. И несмотря на то, что я вроде бы такая загорелая, но мне подходит. И обожала его использовать. До сих пор, вот уже январь, использую его. И крем классно перекрывает все недостатки, неровности кожи, все покраснения. Иногда даже не использую консилер. И также это вот такое вот средство. Гидрофильное масло для снятия макияжа. Для снятия именно вот этого тонального крема с лица. Это цитрусовый аромат, апельсиновый. Название не буду коверкать, оставлю внизу ссылочку. И сможете поподробнее почитать. Использовала, вот вы видите, я половину, наверное, где-то бутылочки. Тоже очень довольна этим средством. Хорошо справляется со своей задачей. Классно снимает этот биби-крем. И тоже могу рекомендовать его вам. Судя по отзывам в интернете и по обзорам на YouTube, я думаю, что я не одна такая. И в моих фаворитах 2013 года оказались вот такие вот лаки от Golden Rose. Вот у меня есть три лака. Таких вот красивых оттенков. Просто поразило меня соотношение цена-качество. То есть цена это совершенно недорогие лаки. И качество супер. Практически как вот лаки от L'Oreal. Но за счет их цены можно там простить, что они у меня держатся, допустим, не шесть дней, как лаки от L'Oreal, а может быть дня четыре, но стабильно. То есть ни один ноготок там нигде не слазит лак. Все отлично. Красивая гамма у лаков. Хорошее нанесение. И замечательная стойкость. И следующий фаворит декоративной косметики, это была вот такая вот тушь от Евроше, которую я открыла для себя тоже не очень давно, в ноябре 2013 года. Называется тушь Sexy Pal. Предназначена она для объема. Супер тушь, супер нанесение. Причем она работает сразу же хорошо с момента покупки. То есть не нужно там ждать, как, допустим, некоторые люксовые туши, когда она там разойдется через неделю или две использования, она уже более-менее, не знаю, расходится и начинает наноситься нормально. Эта же тушь хорошо работает с самого начала. И здесь вот такая кисть изогнутая. Не очень этим она мне нравится. Но, тем не менее, я ее забираю в этот год, в 2014 и продолжаю пользоваться с огромным удовольствием. И следующие два продукта декоративной косметики для губ. Первая это помада от Avon. Серия Ultra Color. У меня есть вообще несколько помад от Avon этой серии. И я именно 100% довольна. Они отлично держатся в течение дня, до момента, до обеда. Не скатываются, что там еще может быть. Не сушат губы. И я вот выделила именно вот этот цвет. Он мне очень подходит. Реально вот можно приравнять такие бюджетные помады Avon к люксовым. Я думаю, что даже может быть и лучше. Блеск для губ. Lip Maximizer от Dior. У многих девчонок вижу в видео о фаворитах этот блеск. И приобрела я его где-то в середине года, в июне или в июле, я уже не помню. Ну, классно. Не только придает такой красивый глянцевый эффект губам, но и также он их каким-то образом увлажняет. Это такой вот первый блеск у меня, который как-то еще и лечит губы. Не только придает красивый вид. И следующий мой фаворит это были кисти от Real Techniques. В частности, хочу выделить кисть для нанесения тональной основы, которая называется Buffing Brush. Очень приятная на ощупь кисть. Это синтетика. Мне понравилось, как кисть наносит основу на лицо, как она ее распределяет, как она ее растушевывает. И, кроме того, нравится, что после мытья кисти выглядят как новенькие. Ничего с ними не случается. Ни один волосок у меня еще не выпал ни из одной кисти. Так что это абсолютный фаворит. И вообще я довольна всеми кистями, которые я приобрела в 2013 году от Real Techniques. Но вот эта кисть просто мне понравилась, наверное, больше всего. И ее использую я чаще всего. И мой еще один абсолютный фаворит прошлого года. Это была вот такая вот маска, восстанавливающая убитые, поврежденные, секущиеся волосы от Matrix. Которая называется Pro Solutionist Total Treat. Deep Cream Mask. То есть это масочка для глубокого увлажнения. У меня есть огромное количество масок, но показываю вам в фаворитах года именно эту, так как действительно маска работает. Не могу сказать, что она восстанавливает секущиеся кончики, так как с этой проблемой вам помогут справиться, наверное, только ножницы. Но это такое крутое увлажнение. Это очень классный результат, который заметен после буквально двух-трех раз применения. Использовала ее раз в два раза в месяц в течение года. Начиная, наверное, тоже с августа, где-то с конца июля. И уже заметен результат. Волосы у меня намного меньше стали сечься. И заметно, как они увлажняются после применения вот этой масочки. Еще в 2013 году я познакомилась с маловаренной компанией Spivac. И в моих фаворитах года хочу выделить вот такой вот крем. Не крем, а, извините, джем для умывания. Choco Lime. Это средство просто поразило меня буквально с первого применения. Почему? Потому что оно просто великолепно очищает кожу. Ощущение прям скрипа. Кожа прекрасно чувствует себя с этим средством. Буду использовать его, наверное, весь 2014 год. Так как расход у этого средства очень маленький. Но и срок годности всего один год. Средство абсолютно натуральное. Кстати, скоро ждите на моем канале обзор о продукции Spivac. Там я рассказываю поподробнее об этом средстве. И о других средствах. Но выделяю именно его. Так, действительно достойный продукт. И могу рекомендовать его для обладательниц жирной кожи. Так как у меня жирный тип кожи. Не знаю, подойдет ли средство для обладательниц сухой и чувствительной кожи. Но с моей кожей все в порядке. И очень нравится. Ну и последний фаворит года. Это был парфюм от Shakira. Эу Флораль. Цветочный такой запах. С некой такой ноткой, наверное, цитруса. Очень нравится мне использовать. И вот до сих пор я его использую. Наверное, где-то тоже уже конец октября был, когда приобрела себе вот этот парфюм. Интересная тут упаковочка. Могу сказать, что это мой абсолютный фаворит прошлого года. Ну вот, девчонки, такими были мои открытия 2013 года в плане косметики, в плане уходовой косметики. Я надеюсь, что вам мое видео было чем-то полезным и интересным. Если это так, то не забывайте ставить свои пальчики вверх. И мы с вами увидимся очень скоро. Я всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok